На телеканале ЛАБА Время новостей в студии Людмила Никонова. Здравствуйте! В этом выпуске. Городской совет провел очередную сессию в повестке 8 вопросов средних изменений в бюджете и выковечения памяти Игоря Маренкова. Народные избранники взяли шествие над зоной отдыха. В районе сахарного завода депутаты города высадили клены. И к зиме готовы. Городская администрация проверила состояние снегобурочной техники. На очередной 41-й сессии депутаты Совета Лабинского городского поселения рассмотрели вопрос об изменении в бюджет города. Также был рассмотрен вопрос об выковечении памяти Игоря Маренкова, погибшего при исполнении воинского долга. А об этих и других вопросах повестки дня расскажет Татьяна Щукина. Первые вопросы, которые рассмотрели депутаты Совета Лабинского городского поселения на очередной 41-й сессии, касались бюджета. С докладом выступил начальник финансового управления администрации Дмитрий Шараускас. Предлагается, первое, увеличить статьи доходов на сумму 40 тысяч рублей по коду доходов в межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетом городских поселений на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. Также необходимо увеличить статьи расходов на эту же сумму на 40 тысяч рублей по разделу 0801 «Культура», как ранее сказал, на подключение общедоступных библиотек к сети интернет. Следующий вопрос, с которым выступил Дмитрий Шараускас, был об организации деятельности аварийно-спасательных служб и формирований. Уставом Лобинского городского поселения Лобинского района предлагается передать на 2017 год часть полномочий органам местного самоуправления Лобинского городского поселения Лобинского района по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований органам местного самоуправления муниципального образования Лобинский район. Далее на сессии депутаты проголосовали за внесение изменений в решение Совета об утверждении правил землепользования и застройки в городе. Об этом рассказала Светлана Денищик, главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации города. С целью оформления прав на земельные участки, на которой расположены гаражи и существующие застройки в зоне жилой застройки, внести изменения в основные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. В зону предприятий производства и объектов пятого класса опасности санитарно-защитной зоны 50 метров установить максимальную площадь земельных участков до 200 квадратных метров. В зоне озелененных пространств и зоне объектов туризма и отдыха и спорта увеличить максимальную площадь земельных участков до 500 тысяч квадратных метров. Включить во все территориальные зоны возможность размещения зеленых насаждений, внести в основные виды жилых и общественных территориальных зон площадки для игр детей дошкольного, младшего, школьного возраста, для отдыха взрослого населения спортивные площадки, гостевые автостоянки для парковки легковых автомобилей, посетителей зеленые насаждения, исключив их из вспомогательных видов. Кроме этого, на сессии депутаты поддержали инициативу детско-юношеской спортивной школы единоборств. Ее коллектив выступил с просьбой разрешить установку на здании школы памятной доски герою России Игорю Марьинкову, который тренировался и работал в данном учреждении. Летом этого года Игорь Валерьевич погиб при исполнении воинского долга. Марьинков Игорь Валерьевич родился 9 мая 1979 года в городе Лобинске. Окончил среднюю школу номер 11 с серебряной медалью. С детских лет мечтал о военной службе, готовил себя к защите Отечества. Много лет занимался каратэ и киакушанкай у тренера Владимира Владимировича Чистякова. В 1992 году поступил в Алма-Атинское пограничное училище. В 1996 году после окончания полного курса Голицынского военного института пограничных войск Российской Федерации проходил службу в Назрановском пограничном отряде Республики Ингушетия. С 2000 года работал в детско-юношеской спортивной школе единоборств города Лобинска. В июле 2006 года Игорь Маренков поступил на службу в Управление А Центра специального назначения ФСБ России. В короткий срок освоил служебные обязанности, стал одним из лучших сотрудников спецподразделения, компетентным, грамотным руководителем, неоднократно участвовал в сложных оперативно-боевых мероприятиях в Северо-Кавказском регионе, выполнял специальные задачи по противодействию угрозам, исходящим от международных террористических организаций на территории Российской Федерации и за ее пределами. В 2015 году получил тяжелое боевое ранение, после лечения и реабилитации вернулся в строй. За героизм и отвагу, проявленный при исполнении воинского долга, был награжден двумя орденами мужества медалью ФСБ России за доблесть с изображением серебряного креста и мечей. Начальник 1-го отделения 5-го управления А Центра специального назначения ФСБ России, подполковник Марин Коп, погиб 16 июня 2016 года при проведении оперативно-боевого мероприятия в Северо-Кавказском регионе. Он стал 31-м погибшим офицером группы «Альфа». Указом президента Российской Федерации Игорю Валерьевичу Маринкову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Последним на сессии был рассмотрен вопрос об отчетах депутатов. О своей работе они доложатым избранникам на конференциях шести микрорайонов, которые будут проходить в течение недели, начиная со 2 декабря. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания «ЛАБА». Лабинск – самый зеленый город Кубани, пополняется новыми зелеными насаждениями. В районе сахарного завода, возле памятника 1-й конной армии, депутаты Лабинского городского совета на прошлой неделе высадили клены. Народные избранники приобрели более 20 саженцев. Со временем на этом месте будет небольшой благоустроенный парк, что должны оценить жители города. Подробности в сюжете. Это уже не первая экологическая акция городского совета. На этом месте, возле памятника 1-й конной армии, лабинские депутаты решили сделать зону отдыха. Начавшийся дождь не изменил планов, и в назначенный час работа началась. Инициатива данной акции исходит от депутатов Лабинского городского поселения. Год назад, в прошлом году, мы посадили аллею на 1-й конной, рядышком с действующей уже взрослой деревья аллеи вдоль забора сахарного завода. И в данном случае некоторые деревья пропали. Мы приняли решение еще раз оказать спонсорскую помощь данному участку, для того, чтобы действительно была полноценная аллея. Мы купили 21 дерево. Сегодня, спасибо депутатам, нашли время, мы их посадили, обрезали. И весной посмотрим, как они примутся. Если еще где-то увидим пропавшую, мы его, естественно, восполним. И, соответственно, продолжим ухаживать. Ранее депутаты высадили в этой аллее также клёны, но другого вида. Эти деревья красивы в любое время года, а осенью золотые листья сделают сказочным молодой парк. Ранее были высажены деревья в двух видах – клён серепристый и клён астролистный. Сегодня силами депутатов по их инициативе производится подсадка клёна астролистного. Клён астролистный приблизительно живет около 100 лет. Крона у него широкая. Осенью приобретают желто-красные листья. Уже весной будет ясно, прижились ли саженцы и нужно ли пополнить посадку. Но это еще не все. Депутаты планируют это место благоустроить. В перспективе есть мысли облагородить ее, поставить скамеечки, организовать дорожки для того, чтобы жители города и этого района могли прогуливаться с детьми, отдыхать и радоваться жизни. Так что вскоре у жителей поселка Сахарного завода появится полноценное место для семейного отдыха. Кстати, в этой акции принял участие почетный житель города Владимир Пелиджанян. И он пришел с помощницей. Алиса будет наблюдать за растущими деревьями. Я люблю ходить среди деревьев. И очень там хорошо. Татьяна Щукина, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». На прошлой неделе администрация городского поселения проверила состояние снегоуборочной техники. Смотр традиционно пошел на территории предприятия саночистка. Специализированная техника, заготовка песка и соли – это необходимо для безопасности на дорогах и тротуарах Лобинска зимой. Снегоуборочная техника выстроена в ряд. Водители рапортуют о готовности работать в зимних условиях. Специализированные машины с навесным оборудованием прошли все необходимые этапы. Кое-что отремонтировали и подготовили к работе в условиях снегопада. Готовим мы ее круглый год, как бы сказать, потому что круглый год она в работе. Постоянно поддерживаем рабочее состояние. Готова на 100%. Единственная сложность – ночное время работы. Потому что работаем в основном ночью, когда нет техники на дорогах. Чтобы пока техника пошла, были дороги все убраны, снега не было. Ежедневно по улицам города проходят тысячи транспортных средств. Безопасность их движения зависит от качества полотна. Предстоящей зимой бороться с гололедом будут проверенным способом. Песок и соль обеспечат хорошее сцепление. В настоящий момент для встречи зимы предприятиям заготовлено более 600 публических метров песчаной смеси, а также соляной смеси для приготовления более 160 тонн. Я думаю, что по сравнению с прошлым годом мы немножко сделали больше запас данных песко-соляной смеси. Нам должно хватить. Начальник цеха МУП «Саночистка» подтверждает готовность к работе зимой. У предприятия большой опыт, да и техники достаточно, чтобы расчистить улицы от снега. В первую очередь коммунальщики бросают силы на проездные магистрали, дороги с движением общественного транспорта и территории возле соцобъектов. Техника в количестве 8 единиц для уборки в зимний период на территории городского поселения готова и находятся в исправном состоянии. Заготовлена песчано-солевая смесь для посыпки дорог города. Навесное оборудование некоторое ремонтировалось, новое прям не ставили, ремонтировалось. Менялись запасные части, какие вышли из строя. К обильным осадкам и сильным морозам лобинские коммунальщики готовы. Хотя, насколько снежной будет зима, предсказать сложно. Но дороги с интенсивным движением транспорта каждую зиму не вызывают претензию водителей, которые своевременно заботятся о зимней резине и управляют автомобилями более осторожно. Это тоже важный фактор безопасности на дорогах зимой. Наталья Литвиненко, Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Команда молодых знатоков вновь встретились на игре «Что, где, когда». Состязания интеллектуалов прошли в городском доме культуры. В один день Управление под делом молодежи провело сразу две игры юниорской и высшей лик Лобинского района. Команды-победители приняли участие в зональном этапе игры интеллектуалов. Сегодня в играх приняли участие команды общеобразовательных учреждений, предприятий, организаций, сельских поселений, города. И, вы знаете, очень приятно, что игры прошли на хорошем эмоциональном подъеме. Знатоки отвечали на многие вопросы правильно. Это здорово. Партнер выпуска новостей – компания «Окнопарк». Сейчас реклама, затем прогноз погоды, с которым познакомит Ирина Бирюкова. Всего вам доброго. До свидания. Лучшая цена октября. Акция «Энергосберегающий пакет по цене обычного». «Окнопарк». Лобинск. Международная, 58. Телефон 8-918-354-58-48. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова